Здравствуйте! Эфир канала Россия24 продолжит Вести Хакасии. Меня зовут Наталья Чудина и коротко о главных событиях. В эти дни северные районы Хакасии под пристальным вниманием республиканских властей. Сегодня закончилась двухдневная рабочая поездка главы республики по Ширинскому и Орджоникидзевскому районам. Сегодня в Шира Виктор Зимин посетил аграрный техникум и принял участие в открытии нового учебного центра. Теперь здесь могут готовить не только специалистов аграрного сектора, но и для угольных золдодобывающих и других предприятий. Обновился и автопарк. Сегодня глава вручил техникуму автомобиль КАМАЗ. А накануне Виктор Зимин побывал в двух отдаленных селах Орджоникидзевского района. Зачем жители села Новомарьясово подарили председателю правительства КНУТ и как Виктор Зимин обучал сельчан грамотному менеджменту, расскажет Елена Крылова. И за здравствуй из деревня, и за здравствуй из села! Не все время должны просить. Мы все это хотим, вас поблагодарить. В Новомарьясово разрешилась культурная проблема. Местный ДК ровесник поселка до этого момента стоял наполовину закрытым, без зрительного зала, который сгорел 20 лет назад. Фильмы особенно любила, индийские, и всегда бегала. Поручил руководству района довести ремонт до конца и вернуть в зрительный зал Виктор Зимин в начале июня. На все ушло больше 6 миллионов рублей. Мы ждали 20 лет. А я в Москве, когда что-то попрошу, я говорю, 300 лет у нас не было. В Новомарьясово Виктору Зимину подарили культ. Намекнули, понимают, поддержка сел не манна небесная. Шутки шутками, а разговор именно в этом русле и пошел. Бюджетных денег на деревню не жалко, но отдача быть должна. Очень многое от вас здесь заявить. Сколько вы продукции нам дадите на столы, да? Я бы очень хотел, чтобы сельчане меня поддерживают, что нам нужны производства. Как мне сейчас говорят, не будет у нас разрезов, не будет того. Где деньги брать? Зарабатывать же тоже где-то надо, правильно? Нам нужны новые заводы, фабрики. В Кангарово кажется, что на встречу с Виктором Зимином пришло мало людей. На самом деле это практически все активное население малого села. Работа по поддержке здесь началась с 1 мая. Сегодня подводят итог. На единственной улице асфальт, хоть и летний, но водопровод, снесены бесхозные развалины, убран мусор. Курирует Кангарова Минтранс. Здесь люди ничего не просят, они хотят жить и работать на этой земле. В этом году в малых селах впервые стали платить за каждую корову 500 рублей в месяц. Я просил сейчас у Медведева поддержки еще, чтобы Россия помогла, вошла в такой же программой. Нам бы намного было проще, да, и за корову давать, допустим, 2 тысячи в месяц. Оно бы солидной прибавкой стало. Но, пожалуй, самое интересное событие этой поездки – проект программы поддержки тех, кто пожелает строить дома в малом селе. Виктор Зимин поручил Минфину рассчитать среднюю сумму затрат и возвращать ее жителям. Сегодня это необходимость. Ведь с того момента, как власти обратили внимание на малые деревни, только в Кангарова вернулись жить 4 молодые семьи. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. В Усть-Абаканском районе, в километре от Аала-Чарков, в реке найдено тело мужчины. Это может быть пропавший еще в начале октября рыбак из Баградского района. Мужчина пропал 9 октября. В течение двух недель спасатели прочесывали окрестности Красноярского водохранилища. Поиски велись и на воде. Но результата не дали. В настоящее время идет работа по установке личности погибшего. В Хакасии назревает очередной медицинский скандал. На этот раз тревогу забили больные вирусом иммунодефицита. Необходимые препараты для поддержания жизни пациентов подходят к концу. Это подтверждают в центре антиспид. Должного лечения уже не получают несколько десятков человек. При этом с каждым днем нуждающихся в терапии становится все больше. Чтобы решить проблему, Минздраву Хакасии необходимо найти несколько десятков миллионов рублей. Константин Кравцов подробнее. Анастасия Дойникова помогает жить людям с ВИЧ-инфекцией. Она совсем не медик, скорее психолог. Однако сегодня у председателя общественной организации «Позитив» настроение совсем не веселое. Оно и понятно. Лечение диагноза ВИЧ в Хакасии на грани срыва. Необходимой помощи уже не получают десятки пациентов. 32 человека, которые нуждаются в терапии, ее еще не получают по каким-либо причинам. То есть я предполагаю, что причина недостаток лекарства и финансирования. Вот. И то есть каждый день, ну, постоянно, то есть выявляются новые. По официальным данным, на диспансерном учете в Хакасии состоит 533 человека. Противовирусную терапию, которая, кстати, положена лишь в определенной стадии развития ВИЧ, получают 125 пациентов. Однако запас необходимых препаратов подходит к концу. Это подтвердили в центре Антиспид. Однако комментарии медики не дают. Терапия для ВИЧ-инфицированных – единственный способ прожить как можно дольше. Она показана на всю жизнь. Цена одного годового курса может достигать миллиона рублей. При нарушении процедуры лечения все необходимо начинать сначала. А это еще больше лекарств и еще больше денег. Лекарства не дают вирусу размножаться. Соответственно, он никак не вредит организму. И человек не болеет. То есть абсолютно полноценно живет. Женщина может рожать здоровых детей при условии приема лекарств. И, что очень немаловажно, лекарства являются и средством профилактики. Человек, принимающий лекарства, он становится на 96% менее заразен. По мнению общественников, перебой в льготных лекарствах от того, что прежде финансирование было федеральным, а в этом году легло на плечи Минздрава Хакасии, у которого денег не оказалось. По неофициальным данным, чтобы решить проблему хотя бы на год, с учетом нынешнего количества нуждающихся, необходимо около 30 миллионов рублей. Петицию о помощи, в которой подписалось более 500 человек, общественники направили в правительство и Минздрав Хакасии. Официального ответа пока нет. Чиновники от медицины и вовсе отказываются что-либо комментировать, сухо заявляя, что ведомство проводит проверку. Ее сроки могут затянуться до 30 дней. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. К теме обеспечения лекарствами ВИЧ-инфицированных мы еще вернемся в рубрике «Интервью». У нас в гостях будет Анна Комарова, представитель движения «Пациентский контроль». Не пропустите сразу после новостей. А пока к другим темам. Депутаты Абаканского горсовета намерены изменить правила торговли алкоголем рядом со школами и детскими садами. На сегодняшний день нормативы следующие. Магазин со спиртными напитками должен находиться минимум в 80 метрах от детского сада и в 120 метрах от школы. В настоящий момент администрация города предлагает сократить эти расстояния. Для детских учреждений установить минимум 50 метров, для образовательных – 80. В глазах общественности эта мера выглядит крайне непопулярно. Но по мнению народных избранников, внести изменения необходимо потому, что при старых нормативах под запрет попадают супермаркеты, крупные продуктовые магазины и несколько столичных ресторанов, которые годами вели свой бизнес и приносили доход в городскую казну. Я считаю, что данное решение, которое на сегодняшний день рассматривается, оно просто позволит не вносить какую-то сумятицу привычному, стандартному, традиционному укладу жизни города Абакан. Вот этот аргумент, что несовершеннолетние совершают преступления либо правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, в первую очередь это вопрос идет о нарушении другого плана. Кто несовершеннолетним продает алкоголь? Потому что мы знаем, что действует федеральный закон о запрещении до 21 года продажи алкогольной продукции. Данное решение еще не принято. Вопрос об изменении нормативов будет рассматриваться на официальном заседании городского совета депутатов на следующей неделе. Традицию и культуру малочисленного народа возрождают в Хакассии. Речь идет о шорцах. Балыксинский сельсовет – одна из трех территорий республики, где проживают шорские общины. Именно поэтому в Балыксе было решено построить музей-избу. Его в торжественной обстановке открыли накануне. Шорское жилище обустроили в соответствии с национальными традициями. На полках бытовая утварь, посуда, орудия труда, одежда. Музей разместили рядом с местной школой, в которой обучаются и дети шорцев. По словам педагогов, ученики не знают национального языка. Более того, говорят на родном диалекте далеко не все родители. Музей станет своего рода связующей нитью между настоящим и прошлым. Надеюсь, что наши ученики, шорцы, вспомнят свои традиции. Эта изба теплая, она действующая, печка настоящая. Со временем проведем отопление. Удивлять своего зрителя планирует Республиканский драмтеатр имени Лермонтова. Артисты готовят премьеру. Уже сегодня на сцене разыграется лирическая комедия «Звездный час» Кена Ладвига. На генеральной репетиции побывала наша съемочная группа. Впервые за многие годы Республиканский театр представит сочетание классических, оперных и джазовых композиций, да еще и в комедийной форме. В основе пьесы «Звездный час» Кена Ладвига «Реальная история. 30-е годы 20 века». Американский город Кливлинг. Гастроли знаменитого итальянского тенора Тита Морелли. В день концерта происходит неожиданная накладка. В итоге исполнить главную партию. В спектакле от Телло приходится администратору театра. Классическая подмена. Должен был делать что-то один, а сделал другой. Подмена костюмная. Стечение обстоятельств. Тоже был петь великий певец, а вместо него спел обычный парень, и его не узнали. Все подумали, что это на самом деле великий певец. То есть такая история подмены. Действие спектакля стремительно и динамично, с неподражаемым комическим эффектом. В центре человек с его естественным стремлением к пониманию и к счастью. Всех тайн режиссер-постановщик Евгений Ланцов не открыл, но пообещал много юмора, танцев и хорошего настроения. В спектакле заняты опытные артисты театра и совсем молодые исполнители. Звездный час новой постановки наступит уже завтра вечером. Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Я напоминаю, что новости нашей телекомпании можно увидеть и в интернете по адресу вести. Оставайтесь на канале Россия 24. Еще увидимся.